Первое послание святого апостола Иоанна, глава 4. Иисуса Христа, пришедшего в плоти, есть от Бога, а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что Он придет и теперь есть уже в мире. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто у вас, больше того, кто в мире, они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Возлюбленные будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас. И послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он пребывает в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в Нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в Нем. Любовь до того совершенства достигла в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. Любви не страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо как может нелюбящий брата своего, которого он видит, любить Бога, которого не видит? И такую заповедь мы имеем от Него, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Аминь.